МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сезон открыл грандиозным концертом. На полтора часа происходящее на сцене превратилось в настоящую сказку добра и величия. Забери медведя домой! Всемирный фонд дикой природы в Ниинском округе впервые запускает собственную программу по защите и сохранению русской Арктики. На телеканале «Север» итоги недели. О самых значимых событиях уходящих 7 дней вам расскажут наши корреспонденты. Я Олег Хатанзийский. Здравствуйте! Жители Харивера в ожидании новой больницы. Старая изрядно обветшала. Зимой в ней практически невозможно находиться. Да и оборудование уже давно устарело. Новое медицинское учреждение, которое обещают сдать в эксплуатацию уже в конце этого года, станет, пожалуй, визитной карточкой населенного пункта. Больница будет соответствовать всем современным стандартам. А главное, признаются врачи, да и будущие пациенты, мерзнуть больше не придется. Репортаж Александра Усачева. В поселке Харивер ведется активное строительство социально значимых объектов. Возведен под крышу четырехквартирный дом. Установлен сруб для часовни во имя святителя Николая Чудотворца. До конца текущего года будет сдан в эксплуатацию дом культуры со зрительным залом на 200 мест. Там же разместятся библиотека, музей, танцевальный зал на 100 человек, буфет и даже тренажерный зал. А в здании новой двухэтажной больницы общей площадью 1350 квадратных метров заканчивается установка и монтаж медицинского оборудования. Старой Хариверской участковой больнице на 10 коек в этом году исполнилось 40 лет. Здание заметно обветшало и продувается ветрами насквозь. По словам медиков, при сильных морозах в умывальниках замерзает вода. Мази в перевязочной застывают. В стационаре зимой можно находиться только в обнимку с обогревателем. В палатах и кабинетах не только прохладно, но и тесно. Главный врач Николай Комаров приехал в Харивер работать фельдшером 15 лет назад. Надо сказать, что уже и тогда больница представляла собой довольно неприглядное зрелище. Прежде всего было очень холодно. Все 15 лет было очень холодно. Сдача новой больницы в эксплуатацию должна была состояться еще в мае 2013 года. Но не до поставки строительного оборудования в период навигации передвинули все намеченные сроки. Кроме того, система отопления здания, предусмотренная проектировщиками, оказалась непригодной для использования в условиях заполярья. В начале января 2014 года случилась авария. Вот ударили первые морозы и полопались батареи. Надо отдать должное работникам ЖКУ. Они буквально спасли больницу в ту ночь. Просто батареи... Они успели отсоединить оставшиеся батареи. Тут в ведра, в тазы собирали лившуюся воду из труб. Иначе бы просто больница... Ее бы залило бы водой. В результате система была реконструирована и подключена к централизованному отоплению с учетом допущенных ошибок предыдущего проекта. Здание готово к эксплуатации. На сегодняшний день объект передан акт от механизированной колонны номер 88 заказчику, то есть централизованный строй заказчик. И на сегодняшний день осуществляются работы по процедуре регистрации права собственности. То есть собственность округа оформляется. Я думаю, что данные процедуры сейчас идут как раз в стадии юридического оформления. Ну, где-то до конца года, до конца деклария, я думаю, что эти все процедуры должны быть закончены. Что касается стоимости контракта, данный объект обошелся окружной казне более чем 100 миллионов рублей. Новое двухэтажное здание участковой больницы также рассчитано на 10 коек. Только теперь в просторных палатах с отдельными санузлами разместятся по 2-3 кровати. Стационар, согласно проекту, располагается на первом этаже с отдельным входом, оснащенным пандусом для детских и инвалидных колясок. В здании установлена автономная система водоснабжения горячей и холодной водой. В здании функционирует автоматическая вентиляционная система. Имеется гардероб, помещение регистратуры, пост медсестры, пищеблок, предусмотрены и душевые кабинки. Радует простор, так сказать, здания. Радует то, что каждый специалист сейчас будет иметь отдельный кабинет. У нас будет отдельный кабинет, не будет, а есть уже детского приема и кабинет взрослого приема. Будет отдельный нормальный кабинет в акушерке. Будет нормальная лаборатория и по своим размерам, и по своему оснащению. Татьяна Артеева – самый молодой специалист в местной больнице. В июле этого года вернулась в родной Харивер, закончив Сыктывкарский медицинский колледж по специальности «лабораторный техник». Да, я думала, конечно, может в городе остаться, а все-таки нет, сюда приехала, я очень довольна, очень рада. Здесь все родное? Да, все-таки, конечно, родители, родственники, и персонал у нас замечательный, работать хорошо. В двух кабинетах новой лаборатории имеются вытяжной шкаф, термостат, экспресс-анализатор мочи, биохимический и гематологический анализаторы. В больницу закуплены стерилизаторы, бактерицидная камера, автоклавы и ультразвуковая мойка. Подготовлен кабинет с высокой степенью защиты для работы флюорографов. В физиокабинете появились два физиотерапевтических аппарата. Аппарат для ОВЧ-терапии, ингалятор. Смонтированы и подключены стоматологическая установка с турбинным наконечником и необходимым инструментарием. В гинекологическом кабинете трехсекционное гинекологическое кресло с регулировкой высоты. В родильном кабинете установлена акушерская кровать со всеми необходимыми принадлежностями. В операционной разместился операционный стол седжери с посекционной регулировкой по вертикали и горизонтали. В палатах, кабинетах и коридорах ведется сборка и расстановка мебели. Глядя на это здание, находясь внутри, особенно если учесть, что батареи горячие, что в здании светло, все функционирует, светлые, большие окна. Я бы оценил по пятибалльной системе на пять. До наступления долгожданного новоселья в больнице предстоит еще немало работы. Прием пациентов проходит пока еще в старом здании, но медики дают оптимистичный прогноз. В связи с вводом в эксплуатацию новой больницы улучшится качество медицинских услуг и увеличится количество населения. Уже сегодня, по статистике, за 10 месяцев 2014 года в Харивере рождаемость в два раза превысила смертность. Есть необходимость посмотреть и развернуть физиокабинет, потому что возможности сейчас у нас появились. Есть площадь и соответствующее оборудование. Считаю, что на селе у нас необходимость есть в физиопроцедурах. И поэтому здесь будем смотреть по обучению, может быть, из числа имеющегося штатного персонала, либо кого-то приглашать для работы непосредственно на физиооборудование. Василий Ануфриев родился в 1947 году и помнит, как строилась здешняя больница в начале 70-х. В Харивере живут его дети и внуки. Скоро появятся правнуки. Несмотря на свои 67 лет, он по-прежнему бодр и полон сил. Увлекается охотой и рыбалкой. С нетерпением ждет открытие новой больницы и собирается сразу же прийти на экскурсию. Вы для себя лично что ждете от новой больницы? Для себя здоровья жду. В новой больнице новое здоровье. Да, вот именно. Александр Усачев, телеканал «Север», программа «Итоги недели». А вот в Красном новая амбулатория хоть уже и построена, причем больше полугода назад, здание по сей день продолжает одиноко простаивать на въезде в село. Врачи и пациенты в буквальном смысле в недоумении. Сейчас местные администрации задают всего один, но конкретный вопрос. Для кого построили? Наша съемочная группа отправилась в населенный пункт, чтобы выяснить подробности этой затянувшейся истории. В 2012 году нефтяная компания «Башнефть Полюс» заявила о своем намерении помочь жителям села Красное. Недропользователь выделил 35 миллионов рублей на строительство новой амбулатории. Нанял подрядную организацию из Самары и работы начались. Согласно договору с нефтяниками, срок сдачи объекта – январь 2014 года. Но с учетом отдаленности поселка Красного, Ненецкого округа, они, наверное, не подрассчитали вот эту логистику доставки груза. И строительство здания началось где-то вот в сентябре. То есть начали забиваться сваи, песок. Само здание строилось уже это ноябрь, декабрь. После торжественной передачи здания в руки округа оно до мая простаивало без дела. Ближе к лету главный врач Красновской амбулатории получил свидетельство о регистрации. Вместе с ним пошел осматривать долгожданный новострой, где им предстоит работать. Внутреннее убранство помещений и качество ремонта, мягко говоря, разочаровало приемную комиссию. Вздувшийся линолеум, обвалившаяся плитка на стенах, искривленные потолочные перекрытия. Комиссия здания не приняла. Все работы по устранению дефектов проводились в летний период и закончились в начале августа. Но и после них проблем не стало меньше. Поданы наши документы на лицензирование. Ну и в ходе проверки этих документов были выявлены недостатки. Был неправильно указан адрес. И налоговая служба этот документ не пропустила. Теперь, чтобы начать оформление лицензии, учреждению необходимо получить официальный почтовый адрес. Юридическая служба финансово-расчетного центра планирует оформить все документы до 5 ноября. Уже потом начнется процесс лицензирования. Это еще как минимум полтора месяца. Тем временем жители поселка недоумевают, почему новое здание простаивает. Все они с нетерпением ждут его открытия. Так, мы тоже ждем, когда новая амбулатория у нас откроется. Так как надо переходить уже. Мы два здания просто потянуть уже не можем. Финансы нам не позволяют. Так что мы очень ждем, когда мы перейдем в новую амбулаторию. Конечно, очень ждем, потому что новая амбулатория очень красивая, очень просторная, светлая. И как бы всем хочется попасть и работать в хороших условиях. На старое здание с полувековой историей местные жители особо не сетуют. Теплое, светлое и уютное. Но по площади и современной планировке значительно уступает новая амбулатория. Площадь помещений 600 квадратных метров. Просторный вестибюль с местами для ожидания. Комнаты для хранения медикаментов и лекарственных средств. Кабинеты врачей и персонала. Прямо в здании амбулатории будет располагаться аптека. Будем работать на сегодняшний день. У нас лицензирование осуществляет Министерство здравоохранения Архангельской области. Будем работать с Министерством здравоохранения Архангельской области. С отделом лицензирования. Для того, чтобы ускорить данный процесс. После лицензирования амбулатории перейдут в собственность округа. И оперативное управление Красновского учреждения. Отметить новоселье медработникам предстоит еще не скоро. По лучшим прогнозам первых пациентов там примут в начале 2015 года. Когда первые жильцы квартала на авиаторов получат ключи? Почему возобновили строительство молодежного центра? И какой должна быть система стройзаказа? Рабочая группа под руководством губернатора совершила поездку по строительным объектам города. Подробности поездки в следующем сюжете. Первая остановка рабочей группы – район авиаторов. Но не у жилого квартала, а земельного участка, где запроектирован физкультурно-оздоровительный комплекс. За основу проекта взяты спортивные центры Нижнего Новгорода. В мае этого года руководители спортивных организаций округа посетили нижегородские сооружения. Вся их успешность и популярность в планировке. Под одной крышей располагаются бассейн, ледовый каток, многофункциональный зал с трибунами, игровые площадки. Технические характеристики здания позволяют возводить их даже в условиях севера. То есть спортивный комплекс, как мы говорили, бассейн, общий зал, большая многофункциональная зона. Но без льда. Кроме того, возле спорткомплекса есть возможность оборудовать зону для массового отдыха и лыжников в зимний период. После делегация отправилась в жилой квартал. Уже несколько лет подрядчик ООО «ВМ Инвест» ведет строительство целого жилого квартала. Это более тысячи квартир. Первыми ключи получат переселенцы из аварийного жилья и те, кто стоит в социальной очереди. Но прежде необходимо новые дома передать в собственность города. Не дай бог, если мы к концу декабря зарегистрировали, по крайней мере, в январе могли начать переселение. Значит, давайте так, наша задача в декабре получить регистрацию и передать квартиру в город. Идеально, чтобы мы, ну, там, по крайней мере, к 1 января что-то передали, а вы, Саша, спокойно после праздников. Потому что нам не принципиально, мы 25-го будем ключи людям давать. Убедиться в готовности квартиры к сдаче смогли все желающие. Подрядчик показал главную их гордость – трехкомнатные квартиры с видом на лес. В доме – просторная лестничная площадка, разделенный санузел и лоджии. Сегодня остается нерешенным вопрос благоустройства квартала, а именно, что построить внутри него – магазин или автостоянку. Если густонаселенный квартал лишить паркинга, транспортного коллапса не избежать. Поэтому магазин решено построить на месте ныне существующего голубого вагона. Следующий пункт, куда направилась рабочая группа – автоматизированная котельная номер 2. Несколько лет она числилась как долгострой. Если бы не аварийное состояние старого помещения, строительство затянулось бы и дальше. Мы сейчас объединяем котельную, которая на авиаторов, с этой котельной, котельная номер 9, которая на больнице, и котельная 10 на Октябрьской, котельная очень старая, 65-го года постройки. То есть мы вот это вот кольцо достраиваем, конец октября, первые числа ноября, десятую котельную выводим из эксплуатации и перераспределяем тепло. Особый интерес у делегации вызвал молодежный центр. Весной на общественных слушаниях были высказаны много нареканий по поводу его планировки. Подрядчик отказался что-либо менять, однако перспектива судебной тяжбы его не устроила, и строительство возобновилось. Теперь управляющая компания «Петрофонд» обещает сдать центр к декабрю 2015 года. По результатам общественных слушаний мы вроде как перегорались, перегорались, нашли общий язык, наконец с заказчиком начали. Стартанули достаточно успешно, я считаю, темпы планируем наращивать. Не снижать, строить. Планируем в график сдать все предположено. Конечным пунктом поездки стал детский сад на лесозаводе. Первые воспитанники придут туда только в следующем году, возможно весной. На сегодняшний день объем работ, которые выполняют строители на Ренмарстроя, вступает в завершающую стадию. В то же время у подрядчика, который занимается прокладкой канализационного коллектора, возникли сложности. Все монтажные работы подрядчики планируют завершить до конца года. Ненецкая нефтяная компания, которая финансирует строительство детского сада, сделает архитектурную подсветку здания. Вообще поездка рабочей группы показала, с подрядчиком нужно строить особые отношения. Да, меняем систему, меняем подход. И будем, более того, сейчас мы рассматриваем, я считаю, что мы должны все-таки выйти на то, что жилье должны строить, а мы должны покупать уже исключительно готово. Вот мы все-таки на это должны выйти. Это наша первостепенная задача, как живут все субъекты Российской Федерации. Также губернатор отметил, что городские окружные долгострои начали возрождаться. Из 200 строящихся объектов только около 10 можно считать очень проблемными. Остальные будут сданы в эксплуатацию в любом случае. Ненецкий округ начал готовиться к тотальному диктанту 2015. И хотя склониться над тетрадями жителям региона предстыд еще не скоро, архкомитет уже разрабатывает план проведения всемирной акции и придумывает новинки для проверки грамотности. Тотальный диктант в следующем году для нас станет четвертым по счету и, скорее всего, рекордным по количеству его написавших. Акция «Тотальный диктант» начиналась как развлечение, но со временем превратилось в масштабное мероприятие. Свою грамотность раз в год теперь проверяют даже полярники на краю света и космонавты на орбите. Ненецкий округ уже как три года полноценный участник всемирного проекта. Только в 2014-м диктант с удовольствием писали более 400 жителей региона. Из них больше 200 – это горожане. Год 2015-й для Ненецкого округа, обещают специалисты, станет рекордным. Рекордным по количеству желающих написать диктант. Поэтому организаторы, к примеру, в Наринмаре уже сейчас подыскивают новенькое помещение. А к ТВ-зал 4-й школы всех желающих вместить точно не сможет. Там нам уже места маловато. И помещение в Наринмаре – это, конечно, большой вопрос. Большое помещение, где уместится большое количество людей. Так что пока мы не знаем, где мы соберем людей, над этим будем работать. Предстоящий диктант, уверяют организаторы, отличаться от предыдущего особо не будет. Процедура также останется добровольной, а шпаргалки и телефоны никто забирать не будет. Главное для участников – проверить, на что способны. Ведь многие давно забыли, что такое писать под диктовку. Прежней останется еще одна добрая традиция. Перед всемирной акцией жители НАУ смогут пройти курс подготовки. Известных лекторов в столицу региона привозит компания «Тоталь». Она официальный партнер «Тотального диктанта». Для нас образование – это одно из важнейших направлений в социальных проектах компании. И образовательная акция, которую поддерживает население округа – это прекрасно. Конкретная дата проведения масштабной проверки грамотности в Немецком округе пока неизвестна. Так что время на то, чтобы вспомнить правила великого и могучего, еще есть. Ведь по статистике половина участников за диктант получают неуд. Но организаторы считают, что здесь, как в спорте, главное не победа, а участие. Число желающих проверить себя растет. Они уверены недалек тот день, когда количество перейдет в качество. Всемирный фонд «Дикой природы» в Немецком округе впервые запускает собственную программу по защите и сохранению русской Арктики. «Забери медведя домой». Речь, конечно, идет не о настоящем, а всего лишь о Плюшевом. Чтобы его заполучить, необходимо внести пожертвования. Все собранные деньги направят на работу Всемирного фонда «Дикой природы» в нашем регионе. Подобные акции уже давно успешно работают и в других субъектах страны, в частности на Чукотке. Мало кто знает, что Всемирный фонд «Дикой природы» – это общественная организация. Она существует исключительно за счет благотворительности простых людей. Новая программа, которую фонд запускает в Немецком округе, станет для нас первым. Ее смысл – собрать средства, которые в дальнейшем направят на сохранение и защиту белых медведей на территории нашего субъекта. Суть этой программы заключается в следующем. При пожертвовании от полутора тысяч рублей на сохранение белых медведей российской Арктики, любой пользователь интернета получает в подарок вот такого медвежонка. А также именной сертификат, подписанный директором ВВФ России Игорем Честиным. Этот подарок можно сделать себе, можно сделать своим близким людям, можно сделать своим детям. И очень важно, что большая часть стоимости идет именно на сохранение российской Арктики, на работу ВВФ в Немецком автономном округе. Ознакомиться с условиями акции «Забери медведя домой» можно на билбордах, рекламных счетах, которые уже установлены по дороге в аэропорт, также в центральной части Наринмара. Проект поддерживается администрацией Ненецкого округа. Пленительные танцы и завораживающее пение. В Наринмаре прошла большая премьера нового творческого сезона. Праздник, которого ждали три месяца, его готовили всем коллективам Дома культуры. Мы отправились в главный концертный зал Наринмара, чтобы увидеть праздник своими глазами и прочувствовать ту атмосферу, о которой зрители по итогам говорили. Тепло, бьющее через край, радость жизни и пламя страсти. В правую сторону, на уровне плеч, пошли, и два, еще раз, право, три, четыре. Это последние указания перед выходом на сцену, последние полчаса перед невероятно интригующим концертом. Права на ошибку больше нет, репетиция, с которой подводят итоги. Каждое движение должно быть идеальным. Девочки волнуются, но понимают, впереди грандиозное представление. А значит, все непременно зависит от них. Вот артисты наносят грим, кто-то еще успевает репетировать сложные движения. За кулисами десятки творческих коллективов. Все в разных костюмах, но с одинаковым настроением и желанием подрить людям яркий праздник, чтобы увиденное еще надолго осталось в сердце каждого. К большой премьере сезона, пожалуй, все готово. Концерт начнется через несколько минут. Зал уже заполняется зрителями. Артисты обживают гримерки, так сказать, накладывают последний грим. Обещаю, премьера действительно станет грандиозной. Несколько секунд паузы, и на сцене появляются вечно улыбающиеся герои Ненинской земли, известные практически на весь мир. Народный ансамбль «Хайяр» зрителям сразу дарят свою любовь. Сразу после, почти незаметно, выходит другой творческий коллектив. С трогательной нежностью они мажут платками и так уверенно передвигаются по сцене, будто сливаясь воедино. На несколько секунд гаснет свет. Изящный концерт, то не в динамическом синем цвете. Прожекторы, сирены и красивейшие декорации. Впрочем, все понятно без слов, и все несется дальше. Унесенные ветром они летят из сказочного леса. На сцене зажлись новые звезды, а точнее звездочки. Их яркий светозаряд путь. Перед зрителями раскрываются самые маленькие артисты. Творческий коллектив «Солнечные зайчики». Снова здравствуйте, мы тоже с вами. Зало, как я не лежу, вам легко смотреть и зало, как на сцене я дрожу. Ручка ходит не туда, ножка ходит не туда. Наша тетя, грая укропка, уж тут нет беда. Раз, ладошка, два ладошка, я два, два, что не туда. Кстати, впервые в истории у городского Дома культуры появился собственный музыкальный оркестр. Это он озвучивает концерт и заполняет переполненный зал живой музыкой. Мурашки по телу с первых секунд игры. Словно перелистывая страницу, зритель попадает на завораживающее пение эстрадно-джазовой студии «Импровист». Кристина Ясинская, Ксения Носова, они снова экспериментируют, выдавая со сценой легендарную группу «Скорпионс». Как мимолетное обведение, сказка подходит к концу. Но в этой книге счастливый финал, ведь на самом деле все только начинается. Ну что ж, а нам остается сказать, что юбилейный творческий сезон городского Дома культуры открыт! Отзывы самые восторженные, ведь шоу, которое увидели сотни зрителей, получилось не просто масштабным, а действительно грандиозным. Ожившие спустя лета национальные танцы, русские песни и трогательные улыбки, которые согрели сердца людей в холодные дни октября. Такое остается в памяти надолго. Любим мы вас всех, любим мы ваш смех, ваши слезы и оплаты смерти. Любим мы всех вас, смотри, мы сейчас, это в жизни лучшие моменты. Любим мы вас всех, любим мы ваш смех, ваши слезы и оплаты смерти. Любим мы всех вас, смотри, мы сейчас, это в жизни лучшие моменты. Друзья, мы не прощаемся с вами, мы говорим вам... И снова вас, здравствуйте! Такой была эта неделя, какой она станет следующая, узнаете ровно через 7 дней. Оставайтесь на севере, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова